Вторая книга царств, глава двадцатая Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал, — Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иесеевом, все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь десять жен-наложниц, которых он оставил стречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амиссаю, — Созови ко мне Иудеев в течение трех дней, и сам явись сюда. И пошел Амиссай созвать Иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе, — Теперь наделает нам зла Савей сын Бихри более, нежели Авессалом. Возьми ты слух господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел в себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иовавовы, и Хелифеи, и Фелифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амиссай. Иов был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре, в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иовав Амиссаю, — Здоров ли ты, брат мой? И взял Иов правой рукой Амиссая за бороду, чтобы поцеловать его. Амиссай же не остерегся меча, бывшего в руке Иовава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иов и Овеса, братья его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иововых стоял над Амиссаем и говорил, — Тот, кто предан Иову и кто за Давида, пусть идет за Иовом. Амиссай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амиссая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иовом, преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колено израильские до Авела Беф-Мааха, и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Беф-Маахе, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города, — Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним. И подошел к ней Иоав, и сказала женщина, — Ты ли Иоав? И сказал, — Я. Она сказала, — Послушай слов рабы твоей. И сказал он, — Слушаю. Она сказала, — Прежде говаривали, кто хочет спросить, спросив Авеле, и так решали дело. Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и при том мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне? И отвечал Иоав и сказал, — Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой, по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города. И сказала женщина Иоаву, — Вот голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, Аванея, сын Иодаев, над Хелифеями и над Фелифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем, Суса, песцом, Садок и Авиафар, священниками. Также и Ира, иоритянин, был священником у Давида. Субтитры создавал DimaTorzok